добрый день с вами лаврентьева анастасия и мы снова поговорим об астрологии и не только 2 августа 2022 года миллионы людей примкнули к экранам радаров и следили за интригой приземлиться ли 82-летняя нэнси пэлоси в тайбэй или нет не собьет ей ли ее самолет китай и не начнется ли третья мировая и хотя вряд ли кто-то жаждал того чтобы китай сбил этот самолет с пожилой конгресс в ум он но тем не менее всеобщий вздох облегчения сопровождался некоторым разочарованием будет ли последнее китайское предупреждение крайним или все закончится лишь высказыванием протеста послу сша в кнр давайте разбираться конечно раз какая-то тема разбирается на этом канале то это действительно важно для понимания для прозрения сути вещей толкование очень много а нам нужно увидеть суть происходящего в тонких планах что же за такие аспекты были 2 августа что во что бы то ни стало нужно было вот этот гавах скачать подзарядиться штатам хотя на самом деле можно было конференцию по skype провести как говорится то есть вот во что бы то ни стало нужно было отправить эту тетеньку в тайбэй да даже вот поставив мир под угрозу ядерной войны то есть эскалация можно сказать что в этот день достигла предельного уровня что же вот мы там с вами можем увидеть в этих аспектах давайте посмотрим карту 2 августа 2022 года и что мы видим мы видим зарождение сюжета по марс уран раху в тельце такое соединение закладывает мистерию примерно на четверть века то есть мы говорили что такие соединения были всего лишь четыре раза за два тысячелетия и мы это с вами разбирали вот в этом ролике а также мы видим с вами в этом в дне конечно же квадрат сатурн уран это тоже мы с вами разбирали вот в том ролике да и вообще на самом деле мы многократно говорили про этот квадрат и говорили что это закладка нового мирового строя то есть должны были быть озвучены основные скажем так игроки допустим учетом того что внимание всего мира сейчас на самом-то деле приковано к россии то конечно же сша должно было как-то тоже подкачаться то есть еще раз сейчас на наших глазах закладывается буквально новый вот этот вот сюжет почему нэнси пелоси вот как бы установится главным героем всех этих событий обратите пожалуйста внимание в ее карте тоже соединение марс-уран которая сейчас еще и находится в точном соединение марс-уран да у нее возвращение урана почему китай лилит в раке она бьется вот эти государства с традиционной вот этой патриархальной культурой и собственно говоря вот это проект двух сверхдержав который сейчас тоже выходит на передний план почему спросим сша потому что мистерия сети сша сейчас либо схлопнется либо любой ценой вот нужно ухватиться так сказать за последний вагон и заполучить энергии нового мира мы обсуждали с вами полуоборот нептона возвращение плутона и так далее то есть вся интрига была не ради повышение рейтинга дым партии перед осенними выборами ради того чтобы войти в образы будущего войти вот в это будущее во что бы то ни стало кстати лилит меня сейчас точно находится на солнце сша это затмение духом она и правда поставить вот так безрассудно все человечество на грани ядерной войны это просто немыслимо то есть вот провокации кстати с рф мы еще впереди увидим но списать все на пожилую бабульку это тоже на самом деле как бы верх цинизма но мы увидим сейчас вот соединение которое марс уран ара там капулус присутствует то есть какой-то козел отпущения должен быть ничего личного только звезды а как говорится и еще раз лилит на солнце это очень тяжело а сатурн вот обратите внимание в это нижняя карта утюжит луну поэтому или пан или пропал когда уничтожили скрижали джорджи стало понятно что вот тот их мир умер нас так долго учили любить его запретные плоды а он вот взял и попрощался с нами вдруг неожиданно я напомню скрижали джорджи это огромный мраморный такой вот постамент это мраморные вот эти плиты на гранитном холме в штате джорджия в маленьком городе элбертон шестиметровый монумент с особой ориентацией на звезды вот из таких вот 4 гигантских многотонных плит с выгравированными заповедями для будущих поколений первое из которых хочу очень сильно напомнить пусть земное население никогда не превышает 500 миллионов то есть понимаете вот эти это их заповеди их мира который сейчас уходит надписи сделаны на восьми современных языках а в том числе на русском азра до зародная кошмар такой и на четырех древних языках и вот 6 июля 22 года в 4 утра классический такой такое время памятник был взорван то есть взрыв уничтожил скрижали с надписями на суахили и хинди и потом его вовсе уничтожили 8 июля 22 года вот этого нашего то есть скрижали джорджи они были воздвигнуты 22 марта восьмидесятого года вот их карты любой человек скажет ух ты 22 марта это же весеннее равноденствие . силы что-то тут круто круто кто-то постарался то есть конспирологи уже должны прислушиваться но мы так не скажем мы посмотрим гороскоп внимательно и скажем солнце то ведь уже прошло собственно говоря на 2 градуса уже отошло от весеннего равноденствия то есть вот эта сохранность она уже как бы здесь не то а что же здесь то скажем спросим мы во первых это оппозиция луна нептун причем луна акцентирует марс сша если накладывать на карту сша то есть вот эта оппозиция луна нептун это про иллюзии про зависимости про паразитический образ жизни и провод это вот религиозную давайте скажем такую вот иллюзорную театральную навязанную постановку для всего мира соединение марс юпитер раху то есть практически так же как сейчас но только у нас марс уран то есть это тоже редкое соединение которое закладывала тоже очень долгий цикл который сейчас заканчивается да и если посмотреть транзит на карту сша то в момент открытия скрижали прошло тогда возвращение лилит у сша и сатурн находился на нептуне то есть это была закладка нового вот этого духовного цикла или нового цикла вот этой иллюзорной скажем реальности как у нас сейчас говорят новая нормальность только вот тогда там вот а если бы мы смотрели на гороскоп зачатия кстати вот этих скрижали то мы ушли бы в сороковой год 1900 конечно в этой карте падающий квадрат марс уран а у нас сейчас в аспектах новый цикл этих планет поэтому однозначно должно было произойти какое-то вот обновление в натальной карте сша практически соединение марс уран а вот вам и снова резонанс да и у нэнси пелоси тоже марс уран резонанс это совпадение по смыслам и вибрации что касается тайваня что касается тайваня то сша в любом случае не готовы сейчас пожертвовать тайванем пока там находится производство полупроводников да и сама экономика сша не в том моменте высоком да на тайване доминирующее производство но не совсем так нам упорно кстати вот про вот это говорят я бы даже сказала навязывают эту информацию что тайвань именно основной производитель полупроводников но на самом-то деле в мировой вот этой полупроводниковой промышленности доминируют не они там сша южная корея япония вот этот в тайвань не на первом месте оказывается еще есть сингапур еще есть европейский союз то есть так чтобы сильно вах то нет и в любом случае сша будет сейчас наращивать производство у себя то есть уже будем иметь это все-таки тоже виду и нам нужно понимать что перед нами театр то есть вот это вот то что нам проявили то есть вот этот театр проявили нам двух игроков сша и китая то есть зарядили туда нашу с вами энергию на таком крутом соединение вот этом вот марс уран раху то есть все глаза прикованы к трем действующим героем можно сказать четырем с учетом украины конечно же но все таки то есть вот как бы если говорить про 2 августа то это сша и китай то есть одна умирающая цивилизация по местному а другая вообще непонятно откуда взявшиеся с раздутым количеством населения почему мы говорим про театр потому что в карте в центре цепочки управителей вот этого 2 августа один из главных героев это нептун то есть сюда мы это не не должны конечно же запоминать луна находится в луна находится в оппозиции к юпитеру обратите пожалуйста внимание вот она из весов делает оппозицию к овенскому вот этому юпитеру нашему то есть обман попрание законов наплевательство провокация как еще можно протрактовать вот эту оппозицию солнце в антисе то есть это аналог соединения к марсу урану и раху то есть желание создать вот этот перформанс уран театр шоу громко крикливо с марсом может быть даже вот это вот бряцание вот этим оружием раздувание щек собственно говоря это мы его видели то есть понимаете то что вверху то проявляется здесь и внизу но чем все закончится ничего такого эдакого как бы в карте нету то есть нам нужно понимать что соединение марс уран разродиться теперь на оппозиции и будет иметь обострение еще дополнительно на квадратах оппозиция марс уран как мы уже с вами говорили в телеграме и в инстаграме в наших обсуждениях будет в середине ноября двадцать третьего года то есть через год а ближайший квадрат в июне двадцать третьего года то есть опять же практически через год сейчас нет клюнуться кульминационных вот этих аспектов но есть капулус вот он прямо вот тут вот рядышком со мной находится вот это вот марс уран раху мы проговаривали проходит как раз пока полосу или под капулусом правильнее сказать то есть кто-то должен стать козлом отпущения впереди у нас очень сложно полнолуние срединную точку между затмениями с большим крестом с оппозициям с оппозицией от сатурна то есть кого-то свергнуть или развенчать или может быть даже убить надо то есть жертвоприношение ради нового мира и мы будем смотреть что же это такое будет но кто-то из руководителей пострадает театр имитация политического процесса а бабулька конгресс-вумен просто резонирует сегодняшними аспектами и у нее в карте как вы понимаете этот капулус тоже есть поэтому не впечатляемся что касается скрижали сейчас появятся какие-то новые посмотрим кто их будет воздвигать что касается полосе то помимо резонанса вот соединение вот этих марс уран у нее сейчас до юпитер проходит по солнцу то есть прилив энергии однако нету на луне это говорит о желании получить невозможное или практически утраченное этот транзит об ущербности о невостребованности о комплексах но уж никак не про мудрость увы как говорится ничего личного только звезды подписывайтесь на наш канал ставьте лайки делитесь этим роликом чтобы нас осознанных становилось больше смотрите и другие наши аналитические разборы прогнозы и лекции пишите мне фейсбук в личку будем вместе разбирать ваши натальные карты исследовать кармические долги и искать предназначение почитать наши разборы конечно рекомендую и в telegram и в instagram это наши с вами дополнительные площадки для разбора текущих важных событий и для разбора карт известных личностей скачивайте и наш астро календарь на 2022 год скоро будем готовить уже на двадцать третий год помните что в двадцать втором году особенно да нужно быть синхронными божественному плану это понятно но нужно не забывать о том что в жизни во чтобы ты не стала должно быть место любви творчеству отдыху счастью и человечности будьте умничками будьте сознательными с любовью в вашем настя пока пока